Первый осенний фестиваль искусства «Жизнь в гармонии» продолжается. После нескольких всемирно известных коллективов пришла пора сольных концертов. На сцене Забайкайской краевой филармонии Евгений Южин, лучший тенор России. Петь Евгений Южин начал в 6 лет. К 14 годам он стал победителем нескольких международных конкурсов. Сейчас в концертном графике лучшего тенора России нет свободных дней. В большом концертном зале краевой филармонии «Аншлаг» выступления певца самое долгожданное событие фестиваля «Жизнь в гармонии». Каждый концерт в рамках фестиваля искусств собирает полный зал зрителей. Но таких оваций большой зал краевой филармонии давно не слышал. Евгений Южин настолько покорил читинского зрителя, что после каждого романса зал аплодировал тенору по несколько минут. Певец был предельно искренен и откровенен со своими слушателями. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная». Каждое произведение в исполнении лучшего тенора России превращалось в маленькое театрализованное представление. Детали выступления певца тщательно разрабатывались художественной группой артиста. Человек должен вжиться полностью в образ. А что значит вжиться в образ? Почувствовать эту боль, почувствовать эту радость, которую испытывает герой произведения. То есть я не стремлюсь к театрализации, потому что это будет излишне, это будет бросаться в глаза, это будет неправильно. Романс этого не потерпит, этого не потерпит любой драматический жанр. Итальянские, неаполитанские, советские песни, современные композиции, написанные специально Игорем Корнелюком для тенора, звучали со сцены. Но больше всего слушателей, конечно, тронули романсы. Это жанр более такой интимный, сентиментальный, он близок к русской нашей душе, широкой. Мы любим все очень в хорошем смысле пострадать, потому что ведь говорят, что со слезами выходит стресс. Это смело быть больше двух часов один на один с залом, без конферасье, музыкантов, подтанцовки и бэк-вокала. Только один аккомпанемент. 27-летний Евгений Южин больше двух часов был на сцене, но и этого зрителям показалось недостаточным. Пропустить такую возможность просто грех. Все мы, конечно, любим музыку. А такой замечательный концерт, ну это счастье, по-моему, для каждого, для любой русской души. Ну очень-очень мне понравилось, очень-очень. Я очень благодарен, что меня судьба позволила. У нас день рождения, сегодня нужно идти, и мы, значит, выбрали сюда пойти. Очень близких людей, так что это говорит об этом. Каждый романс, как маленький спектакль, слова из песен, которые он исполняет, льются из души. Такое дается не каждому тенору. В одном из своих интервью певец признался, что его жизнь похожа на прекрасную сказку. Именно там оказались и те, кто пришел на его сольный концерт. Ольга Байложникова, Максим Лубачев, Вести, Чита.